Друзья, всем здорово, с вами Боб и вы наверняка хотите знать, какой же айфон сейчас взять, 10, 8, 7 раз зашли в это видео, ну ок, давайте попробую рассказать вам. Но для начала не забудьте вступить в мою новую группу ВКонтакте, либо в мой телеграм-канал, либо посмотреть мою инстаграмку, ссылочки будут обязательно все в описании. Мы наверняка знаем все, что это айфон 10, не X, а именно 10, окей. Я неоднократно ошибался, называл его именно X, и конечно же самые внимательные не упустили шанс тыкнуть меня об этом в комментариях, и точно так же многие техномлогеры говорят, что не понимают тех дебилов, которые называют этот айфон X, так как Apple прям вот очень настойчиво всем объясняет, что это именно 10, а не X. А вот у меня, ребят, к вам вопрос, нафига вы назвали римской цифрой 10? У вас 10 лет айфоны идут 3, 4, 5, 6, 7, 8, а сейчас в фигах римская цифра 10. Почему 8-ой айфон, который вышел месяц назад, не назван римской цифрой 8? И на самом деле, честно говоря, плевать, десятка X, как хотите, так и называйте, просто я не особо понимаю, зачем так жестко реагировать. Ну, ошибся человек, назвал его X, блин, когда реально 10 лет он называл там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, а сейчас какая-то буква X почему-то появилась на нем, ну... Ладно, погнали. Седьмым айфоном, именно с плюс версии, я отходил где-то год, с восьмеркой около месяца, и с десяткой на самом деле тоже практически месяц я уже отходил, и мне кажется, что этого реально достаточно, чтобы сделать какие-то выводы. Разница между восьмой версией плюс и обычной версией, также семеркой, четверкой, на самом деле дело в привычке и дело в потребностях и желаниях. Ну, реально, девушка вы или парень, неважно какие у вас руки, большие или маленькие, вы на самом деле быстро к этому привыкаете. Я неоднократно видел и девушек с плюс версиями, и парней с обычными версиями здоровых. Кому как нравится, какой айфон ему подошел, пусть с тем и ходит. Поэтому разбирать разницу между обычной и плюс версией, мне кажется, смысла нет. Реально, какой нравится, такой берите. И неважно, большая у вас маленькая рука, все удобно, все быстро привыкается, поэтому реально пофиг. Я как раз-таки два года отходил с обычной версией, с шестеркой, не плюс версия, мне тогда она оказалась просто нереальной какой-то лопатой, но спустя два года мне захотелось диагонали побольше, потому что сейчас в наше время мы практически вообще все делаем именно на телефоне. Мы стационарным компьютером не пользуемся так часто, как телефоном, поэтому я спокойно взял себе плюс версию и привык к ней реально за два дня. И сейчас я не могу спокойно смотреть на обычные версии семерки, восьмерки, шестерки. Мне кажется, это просто каким-то крошечным девайсом, и все люди, которые перешли с обычной семерки, шестерки, восьмерки на плюс диагональ, примерно испытывают точно такие же ощущения. Поэтому мне было реально сложно переходить на десятку после плюс версии, потому что телефон намного меньше, он намного легче. Конечно, диагонали у него побольше, в принципе, но телефон реально уже, и это дает свои минусы. Например, в почтовом клиенте, либо в списке сообщений в каком-нибудь мессенджере у вас влезает гораздо меньше заголовка или превью сообщения. В ютубчике за счет того, что у нас весь контент 16 на 9, вам приходится сверху обрезать края, то есть зачастую вы смотрите видео, и у кого-то отрезана голова. Но, ребят, я вот сейчас реально беру свою старую восьмерку, именно плюс версии, я проходил месяц с десяткой, и я сейчас реально понимаю, что здесь экран много раз меньше. Да, он чуть-чуть пошире, чуть-чуть буквально, ну, миллиметр, наверное, в ширину он побольше, но он реально гораздо уже, и мне кажется, он реально гораздо крошечным. Конечно, не все приложения сейчас оптимизированы на десятки, и многие у меня запускаются именно в соотношении сторон 16 на 9, но это какое-то временное умутнение, и я думаю, что скоро все исправят, но реально мне на десятке, хоть он и меньше телефон, реально меньше, чем восьмерка, семерка плюс версии, и мне кажется, экран гораздо больше на десятке. Поэтому, если вы точно так же паритесь, переходить с плюс версии на десятку за счет того, что она меньше, не парьтесь, полезного пространства у десятки намного больше, чем у восьмерки плюс версии, семерки плюс версии, поэтому реально берите десятку в этом плане. Итак, итог и первый пункт у нас полезная площадь экрана и в этом пункте побежает конечно же десятка, у нее наиболее эффективная диагональ Идем дальше, сами характеристики экрана и в принципе качество между всеми этими устройствами есть На самом деле между восьмеркой и семеркой у восьмерки появился трутон экран, между десяткой и восьмеркой это суперретинный экран И на самом деле разница реально ощутимая, я когда взял первый раз в руки восьмерку именно, я прям вообще офигел, думаю боже мой какой клевый экран По сравнению с семеркой, с той же, но когда я взял десятку, я понял, что у десятки еще круче экран У нас сейчас стоит яркость одинаковая и реально на каждой модели он чуть-чуть получше, чуть-чуть поярче, чуть-чуть понасыщенней Ну а что я вам могу сказать, я хожу с десяткой практически месяц в чехле и я его ни разу еще пока что не уронил Но у меня реально появились какие-то царапины и скорее всего это царапина именно от ключей в кармане Ну то есть больше ему царапаться реально не обо что было На восьмерке у меня такого нет и семерка у меня практически тоже чистая А десятка прям реально видны эти царапины и у меня была старая семерка, не эта, а другая это не моя семерка И там тоже были царапины, но реально когда я смотрел на экран, когда он был включен, я не видел вообще этих царапин То есть на десятке я сейчас реально со включенным дисплеем, я вижу эти царапины, то есть под определенным углом И это реально меня напрягает Также у десятки есть проблема, что у него плохо срабатывает экран на морозе И я реально сталкивался с этим, я шел как-то по улице, писал сообщение, у меня экран не реагировал тупо на мои нажатия Но я как-то увидел обновление, что они эту тему как-то софтово пофиксили Не знаю, я честно говоря сейчас не сталкиваюсь с такой проблемой на улице Да и в принципе на самом деле сейчас тепло, но я сделаю отдельное видео Попробуем заморозить все эти три устройства и посмотреть как работает экран у них на морозе Ладно, итог по качеству экрана, конечно же у десятки картинка намного ярче, намного насыщеннее, чем у восьмерки, чем у семерки Между восьмеркой и семеркой тоже есть небольшая разница, но вот в плане удара в прочности я бы рекомендовал брать именно восьмерку, либо семерку У десятки вот появились эти вонючие царапины и их реально видно на солнце со включенным дисплеем Следующий пункт, производительность, здесь на самом деле даже тесты никакие делать не надо Я не буду производить замеры на каком-нибудь дикбенче, вы можете посмотреть всю статистику у них на сайте Но что я могу сказать именно по ощущениям работы между семеркой и восьмеркой, разницы нет практически вообще никакой Между восьмеркой и десяткой реально ощутимо, хотя у них и стоят одинаковые процессоры А11 Bionic Но в десятке все намного плавнее и намного быстрее работает, но я думаю, что это тупо софтовая оптимизация и не более Я играл на семерке, на восьмерке, на десятке в достаточно ресурсоемкую игру и опять же разницы никакой практически нету Поэтому в этом плане, мне кажется, заморачиваться даже и не стоит То есть семерка сейчас на самом деле, на мой взгляд, вообще очень актуальная в плане производительности Идем дальше, характеристики камеры, когда я начал пользоваться восьмеркой после семерки, камера просто нереально божественная Она намного лучше, чем в семерке, хоть и по мегапикселям все примерно одинаковое, но она гораздо лучше реально снимает Когда я начал пользоваться десяткой, мне почему-то показалось, что у восьмерки гораздо лучше камера Но я заметил такую тему, когда ты снимаешь в плохом освещении на десятке, у тебя на экране очень-очень много шумов цифровых Это вызвано, наверное, за счет повышенного ISO, чтобы ты видел вообще, что происходит Но когда ты делаешь снимок, эти шумы пропадают и картинка становится чуть-чуть потемнее, по оптимизированию То есть я, лично говоря, не совсем понял этой темы, потому что ты получаешь фотографию не такую, как ты видишь на экране У восьмерки все не так, то есть ты фотографируешь и ты, в принципе, видишь то, что ты сфотографировал Я не знаю, зачем они это сделали, может быть, это опять софтовые какие-то темки, либо это тема именно экрана Но вот такой момент присутствует и реально поначалу казалось по качеству, что у восьмерки качество фотографий лучше, чем у десятки Но это не так, но вот разница между восьмеркой и семеркой просто колоссальная По техническим характеристикам у нас обе камеры в десятке и восьмерке пишут 4K60 кадров в секунду в видео И это нереально круто, потому что только какие-нибудь топовые камеры типа GH5 могут это делать И стоят они по 2000 баксов На обоих камерах у нас стабилизатор только у десятки, хотя мне почему-то казалось, что восьмерки тоже сделают и на зум камеру оптический стабилизатор Но нет, не запихнули только в десятку И были у меня, кстати, как-то глюки с этим стабилизатором То есть я взял телефон, просто тупо снимал что-то, делал оптический стабилизатор У меня изображение вот так начало дергаться Ну это было один раз, но все-таки было Ладно, друзья, итог, разница между семеркой и восьмеркой в плане качества изображения ну нереальная У восьмерки намного картинка насыщенней Между восьмеркой и десяткой есть разница, но небольшая Во-первых, это зум на двукратной оптике Во-вторых, это фронтальная именно камера Она может сделать портретную съемку Но на самом деле здесь именно в фронталке много всяких датчиков, сенсором запихнули Поэтому по камерам, конечно же, десятка намного лучше Памяти соотношения цен, на самом деле, если вы сейчас выбираете между семеркой и восьмеркой Гораздо лучше взять восьмерку, это будет намного выгоднее Потому что я недавно привозил плюс-версию другу своему, именно восьмерке И он до этого хотел взять именно семерку Что я могу сказать? Семерка продавалась, по-моему, 32 гига выходила а-ля 45 тысяч рублей А восьмерка на 64 гига выходила 50 тысяч рублей То есть, ну, доплатить 5 тысяч рублей в таком соотношении, это 10%, мне кажется, гораздо лучше И получить, во-первых, телефон с беспроводной зарядкой, с лучшей камерой, с большей памятью Чем брать старую какую-то, ну, прошлогоднюю семерку У десятки же все намного сложнее Она стоит намного дороже Потому что, ну, здесь совершенно другие технологии, совершенно другой экран И сравнивать ее с этими устройствами, мне кажется, смысла особого нету Face ID и Touch ID Я на самом деле не могу оценить вот прям точно, что лучше Face ID или Touch ID У каждого есть свои плюсы, у каждого есть свои минусы По Face ID посмотрите обязательно мое видео Я надевал всякие различные маски, всякие различные наряды И пробовал именно протестировать, как работает Face ID У меня есть на эту тему прям отдельное видео Поэтому не буду сейчас долго про него рассказывать Посмотрите, кому интересно Нет, ну почему, ну как Работает Авадокедавра Но, лично мне нравится Face ID больше За счет того, что это, наверное, просто новая технология И хочется пользоваться чем-то новым Все, это единственное, на самом деле, преимущество между Face ID Touch ID же работает идеально На восьмерке, на семерке они вот с этой сенсорной кнопкой Просто довели его реально до совершенства И он работает, я скажу, намного лучше, намного быстрее, чем в Face ID То есть в Face ID вам приходится телефон все-таки брать специально под угол Есть моменты, когда он вас не распознает, если к вам, вам лицо светит яркое солнце Если у вас что-то не так там с шарфом, с очками То есть в этом плане Face ID работает гораздо хуже Но у него есть свои преимущества В плане того, что когда вы открываете, например, какие-то приложения И у вас они запаролены отпечатком То он тут же сразу же отрабатывает ваше лицо И вам не надо прикладывать свой отпечаток в пальцы Но Touch ID работает намного лучше и намного быстрее И это намного удобнее, чем Face ID Идем дальше Беспроводная зарядка, друзья На самом деле беспроводная зарядка работает гораздо медленнее, чем по проводу Ну, в принципе, это, мне кажется, логично Заряжает она, ну, чуть ли не в 2-3 раза дольше, чем обычная проводная зарядка Но, что я могу сказать У меня есть в машине отделение с беспроводной зарядкой Я жутко не люблю провода Мне жутко не нравилось то, что этот провод где-то там болтается, висит, торчит И я пользуюсь реально в машине только беспроводной зарядкой На восьмерке пользовался, на десятке пользуюсь И мне это жутко нравится Когда особенно появится вот эта вот новенькая тема Этот поддон, где можно будет заряжать телефон, часы, наушники Это будет нереально круто Поэтому беспроводная зарядка это тема Габариты, друзья Десятка, конечно же, выигрывает За счет того, что у нее намного больше полезного пространства Нету этих несчастных рамок Практически Разница между восьмеркой и семеркой тоже практически одинаковая Но восьмерка чуть-чуть потолще И чуть-чуть потяжелее За счет того, что сзади у нее стекло И появилась беспроводная зарядка Батарейка, друзья На самом деле, когда я купил десятку Я прям нереально ощутил, что он гораздо меньше держит, чем Та же восьмерка, та же семерка Именно в плюс-версии Но прошел месяц И это реально прошло Мне кажется, что они опять что-то там софтового пофиксили Оптимизировали Но все равно по емкости У десятки меньше, чем у плюс-версии Но держит она примерно точно так же И у восьмерки, у десятки, кстати, появилась Fast Charge зарядка То есть вы можете подключить по USB Type-C У меня есть блок питания От того же MacBook, от 12 MacBook Вы можете купить Type-C на Lightning И заряжать восьмерку или десятку И она будет прям нереально быстро заряжаться Пробовал, да, это так Но не особо это мне когда-то надобилось Но если вы вдруг поняли, что у вас телефон Сейчас сядет, а вам нужно срочно куда-то бежать Вы можете воспользоваться этой зарядкой И буквально за 10 минут, мне кажется, он зарядит у вас половину телефона Ладно, друзья, итог И что бы я вам посоветовал бы взять Конечно же, десятка круче Конечно же, это совершенно новый дизайн Новый телефон После вот этих всех старых Этих восьмерок, семерок Которые уже 4 года повторялись Именно в плане дизайна И десятка выглядит намного свежее И намного удобнее И она намного эффективнее В плане какого-то полезного пространства Но она прям нереально дорогая То есть 1000 баксов за 64 гига Тем более 64 гига брать Ну это мне кажется совсем Совсем не айс Если брать ее на 256 гигов И брать где-нибудь в России Это 92 тысячи рублей В штатах это ну хорошо 75 тысяч рублей Если вы ее там закажете Доставите Но блин 75 штук Это прям тоже очень-очень больно Поэтому, друзья Если душит жаба Берите себе восьмерку 50 тысяч рублей 64 гига памяти Это плюс версия телефона И мне кажется Она на самом деле намного круче Чем десятка В плане того, что здесь Тач Айди Это намного эффективнее И быстрее И удобнее Работает Чем Face ID Да, конечно же Экран у него не безрамочный Но блин Большинство приложений Сейчас на десятке Запускаются В разрешении 16 на 9 Ютубчик вы смотрели Тоже 16 на 9 Поэтому в этом плане Упущение У десятки Мне кажется Гораздо больше Чем у той же Восьмерки Плюс версии И да Дисплей тут подлиннее Но он все-таки Поуже Поэтому, друзья Итог Самое оптимальное Мне кажется Взять восьмерку Если жаба душит На десятку Потому что Разница между Семеркой и восьмеркой В плане технологии Большая То есть И беспроводная заряд И камера круче И экран круче Но разница по цене 5000 рублей То есть Это 10% 45 на 32 гига И 50 на 64 гига А 32 гига Сейчас В семнадцатом А уже скоро Восемнадцатый год Но мне кажется Это совсем мало Все, друзья Надеюсь Видео было для вас Полезным и интересным Обязательно Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Делитесь этим видео Не забывайте Про мои соцсети Всем спасибо И пока Субтитры сделал DimaTorzok